МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько приятных, радостных, да что там счастливых моментов связано с рождением ребёнка. И насколько страшно и больно, когда ребёнок преждевременно уходит из жизни, по причине которой могло не быть, а точнее, не должно было быть. Утопление, пожар, неисправность качелей, выпадение из окна и так далее. Что и кто может изменить ситуацию? Об этом сегодня в программе «Точка зрения». Здравствуйте. Я с удовольствием представляю нашего гостя, заместителя прокурора Брестской области Александра Тихоновича. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, вы в любой момент, как всегда, можете подключиться к нашей беседе, позвонив по номеру 21 55 65, задавайте вопросы, высказывайте свою точку зрения. Возможно, мы вас услышим, и в ваших советах найдётся рациональное зерно для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Возможно, продолжение какое-то тоже будет, тоже отдельное, которое необходимо будет. Конечно. Информация тоже какая-то. Конечно. Александр Тихонович, вот давайте начнём с общей ситуации. Насколько она сегодня остра, имеется в виду, насколько часто у нас гибнут дети и травмируются? Ну, результаты прокурорского надзора свидетельствуют, что в целом в области проводится достаточно большая работа, направленная на обеспечение належащих условий жизни, здоровья детей, предупредение их травматизмов. Вместе с тем проблема всё-таки действительно является и актуальной. Подтверждением там является тот факт, что за 8 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, на одну детскую жизнь мы же потеряли больше. То есть 19 деток погибло от внешних причин в этом году, против 18 в прошлом году. В регионах ситуация различная. Наиболее неблагополучными являются Брест, Берёзовский район, Ивацевичский, Столинский, Кобринский, Лунинецкий районы. Ну, это немало. Да, целых 19 жизней детских. Нередко, к сожалению, дети гибнут в водоёмах, особенно в летний период. Много ли таких случаев произошло в нашей области в этом году? Да, вы знаете, достаточно много. Целых 7 детей. 7 из 19. При этом в неединичных случаях, условиями, которые способствовали гибели детей отоплений, было не только неприятие належащих мер со стороны, контроль со стороны родителей, но и неприятие в целом належащих мер. А именно, трое деток, например, два в Берёзовском, один в Пружанском и последний в Ацельском районе, например, утонули в местах, которые были запрещены для купания. Например, непринятие со стороны Черчовского сели испокома и ООО Пружанское, должных мер по установлению запрещающих знаков, предупреждающих об опасности для купания, явилось одним из условий, которые способствовали утоплению несовершеннолетнего Яцука Никиты. В Берёзовском районе только после гибели в запрещенном месте для купания активизировалась работа по составлению административных протоколов за купание в запрещенных местах. Уже во втором полугодии не осталось неподдержительно время без присмотра взрослых, пятилетний гребенок на территории хутора в Кобринском районе утонул в искусственном водоеме площадью 6 на 18 метров, о наличии которого в субъектах профилактики должным образом и не знали. – Фактура достаточно красноречивая. – Конечно, но это из разряда того, пока гром не грянет, может не перекреститься. Когда случились несчастные случаи, тогда уже вроде как и забегали и начали меры предпринимать. – Да, тогда резко стали наказывать. – Но ведь всё можно было преждевременно решить, правда же? – Для этого каждый год идёт подготовка к летнему купальному сезону. Должны быть определены места для купания, в обязательном порядке должны быть определены места, где купание запрещено, соответственно должна быть информация, но и на этом не должны останавливаться. В обязательном порядке должны проверяться, соблюдены какие-то требования. Купаются в запрещенных местах, значит ответственность должна быть. Находятся дети в установленных местах, а где родители находятся, как они контролируют и так далее. – То есть следить за ситуацией и, возможно, ещё какие-то дополнительные меры, да, по ходу? – Да, разумеется. На более таких оживлённых местах, где люди больше всего отдыхают, на лежащие условия для того же самого купания, для отдыха. Те же самые спасательные службы, штат которых, по-моему, всё-таки должен был быть немножко больше. Ну и кроме этого, те субъекты, которые ответственны за это конкретное место для купания, этот водоём или иной водный объект, тоже должны выполнять свой должный образ, свои обязанности. – И экономить на этом не стоит, наверное, потому что многие сейчас всё это списывают на финансовые, скажем так, проблемы какие-то. – Тем более, как показывают погодные условия, да, они очень рады. То большой период засуха, ну, конечно, что тяжело, каждый тянется к воде. Дети, как наиболее такие, ну, самые такие шустрые, они больше всех тяжело. – Да им не только жара, им поплескаться, поиграться радость доставляет и удовольствие. – Конечно. Сегодня великолепная альтернатива зимой, осенью и весной, я имею в виду альтернатива водоёмам природным, естественным, это аквапарки. То есть дети не меньше любят туда ходить, купаться, пусть это и холодный период, там тепло, хорошо, весело. – Были несчастные случаи на таких объектах, да? Сегодня ситуация изменилась с ними, потому что уже в последнее время вроде как и не слышно. – Проблема заключалась в том, что как только эти объекты начали создаваться, да, недостаточно чётко была регламентирована их деятельность. – Соответствующие правила пребывания там, правила поведения, штатная численность обслуживающего персонала, расстановка следящих контрольных устройств, которые бы смотрели за нахождением и за поведением в том же самом аквапарке. Именно это явилось одной из той причин, что, например, Кобринская аквапарка имела место на несчастный случай с девочкой. – В прокуратуре была проведена соответствующая проверка по данному факту. Были установлены недостатки и нарушения, которые имели место. Были определены те меры, которые нужно было разработать. И соответствующее представление было внесено для устранения причин условий, имеющих без нарушений. Необходимо отметить, что органами власти информация была проанализирована. Были разработаны соответствующие документы, которые регламентировали посещение и в том числе школьниками вот этих вот объектов. Были дополнительно установлены необходимые оборудования, пересмотрены вопросы о нахождении штатного персонала как такового. И в настоящее время, к счастью, таких случаев плохих больше нет. – Это хорошо, это радует, и будем надеяться, что таковой ситуации сохранится впредь. Александр Тихонович, прежде чем задать следующий вопрос, я предлагаю посмотреть небольшой видеосюжетик, видеоматериал точнее. Продолжение следует... В этом году обследовано более двух тысяч игровых комплексов. В этом году обследование продолжилось, и в ходе проверок выявились новые нарушения. Планируется, что до конца декады в областном центре не останется ни одной игровой площадки, оборудование которой уже отработало нормативный срок службы. Вот такой видеоматериал. Вы в последнее время уделяете этому вопросу тоже очень много времени, да? И такое усиленное внимание сегодня уже дает какой-то эффект? – Что хочу сказать. Тема действительно очень, очень наболевшая. Начали заниматься достаточно давно. Две стадии было. Стадия первая была, это когда по и нашим актам реагирования, и по другой информации было принято решение резать все, не глядя ни на что. То есть пошло сокращаться количество вот этих вот игровых объектов, что, конечно, тоже является плохим, значит, да? Вторая стадия, это уже в настоящее время идет. То есть мы сейчас уже не просто режем, да? Мы стараемся заменять, ремонтировать. И я хочу сказать, что в этом плане заметно активизируют свою деятельность и коммунальники, ибо большая часть оборудования это принадлежит им. Так вот, они уже стали изыскивать возможности производить необходимый ремонт у себя, находить необходимых специалистов, выполнять работу в соответствующей требовании действующей документации. То есть движение пошло. Большую проблему составляет надувное оборудование, которое больше принадлежит субъектам хозяйствования государственной формы собственности, тем же самым индивидуальным предпринимателям, ну и иным субъектам хозяйствования. Проблема первоначально заупиралась в том, значит, да, что они знали, какие, может быть, требования предъявлять к этому оборудованию, значит. После этого, как же вопрос обкатался, теперь, когда проводится проверка, выявляются все слабые места. Это и наличие необходимой документации, которая была, заводы-исхотовители и так далее. И соблюдение этого оборудования установлено тем требованиям, которые предъявляются к его установке. Если, скажем, образно говоря, там должно быть пять заземлений, колышков вот этих вот, которые растяжку делают по всему, полностью периметру, значит, должно быть в безактном порядке пять. Если должно быть ограждено насосное оборудование, которое воздух надувает, в обязательном порядке должна быть оградка, то есть это все смотрится. Смотрится на то, каким образом, например, те же самые дикие скатываются, чтобы травмы не было. К сожалению, нарушения по-прежнему бывают. Бывает так, что оборудование закупается не новое, а бывшее употребление. Тем не менее, оно не запрещено к эксплуатации, но определенные требования к его содержанию есть. Опять-таки экономия, да, наверное? Да, опять-таки та же самая экономия. Бывает так, что либо не знают, как эксплуатируют, а бывает так, что и не обращают внимания, как это оборудование эксплуатируется. Работает, там человек берет такие денежки, как там оно работает. Поэтому до сих пор по-прежнему есть и акты прокурорского реагирования, и оборудование приостанавливается в эксплуатации и так далее. Проверки мы проводим с тем же самым Центром стандартизации метрологии, в тесном взаимодействии с специалистами используем. Сами они проверки проводят. Ну и судя по тому, что поступает не в личный случай жалоб на поставление причей к административной ответственности, то я считаю, что на сегодняшний день эта работа достаточно нормально ведется, несмотря на то, что нарушения по-прежнему все-таки имеют место. И она не будет останавливаться? Нет, она не будет останавливаться. Даже если, в принципе, наступит такая достаточно спокойная ситуация, удовлетворительная, скажем так, то все равно под контролем все будет держаться. Это я к тому, чтобы не расслаблялись. Кстати, сами гидральные предприниматели в настоящее время тоже стали более грамотны. Если, например, они получают в установленном порядке эту площадку для размещения аттракциона, они же, в свою очередь, стали требовать от этого те же самые органы исполнительной власти. Коль вы даете нам землю, то, пожалуйста, дайте ее належащую, чтобы мы могли разместить должным образом, что там не было она подготовлена для размещения, либо, если такие условия не были оговорены. То есть уже идет диалог в этой части. Более ответственная становится. Если с меня требует, то и, пожалуйста, и мне обеспечить то, что необходимо по праву мне. Ну, это правильно. Анатолий Тихонович, большую опасность для детей сегодня представляют объекты строительства, электрощитовые, колодцы разнообразные, да, которые, бывает, почему-то оказываются незакрытыми, они вызывают любопытство детей, ну, а приводят все это любопытство зачастую тоже к трагедии. Вот насколько в этом отношение ситуация сегодня? Да. Бывают такие нелепые, хотя, в принципе, к смерти ребенка нельзя так сказать, что нелепые случаи, но такие случаи бессмысленной гибели. Вот, например, тот же самый Березкий район. В связи с гибелью в мае текущего года в колодце, который не был накрыт на лежащей крышке еще с 2007 года, было выявлено бездействие со стороны должностных лиц жилищно-коммунального хозяйства, которые перед этим отрапортовали, что там все в порядке находится. Не всегда принимаются исчерпывающие меры по предотвращению попадания, как вы же сказали, тем же самым источникам электроэнергии, например, трансформаторные поставки, ячейки, электроустановки и так далее. Такой пример Столинский район. Где травма получена была ребенком из-за того, что не был навешан замок соответствующий и поражение электротоком. Да и в целом имеет место факты неполняет своих обязанностей. Что хочу сказать. По каждому такому факту проводится проверка на предмет наличия в действии должностных лиц состава уголовно-казуемого его деяния. Если, например, будет установлено в отношении должностного лица, что если такое неисполнение, либо неналежащее, исполняя своих обязанностей должностным лицом в следствии недобросовестного или небрежно в отношении к службе, повлекло за собой по неосторожности гибели человека, то в этом случае действие должностного лица образует состав преступления, предусмотренное статью 428 Уголовного кодекса. Наказание по данной статье в числе других предусматривает решение свободы на срок до 5 лет. Но наказываются лица все-таки? Наказываются. В настоящее время поберемся в судно-правильное уголовное дело. Не удается избежать никому? Не удается. Хотя я, например, считаю, что уже сам тот факт, что ребенка не стало, для того должностного лица, который перед этим что-то не сделала, оно же ему само наказание еще больше, чем тот, например, в сроку может быть. Ну, опять же, смотря кому. Да, смотря кому, конечно. Есть такие люди, которым как сгуси вода, что называется. Но будем надеяться, что в таких случаях наказание все-таки справедливость постигнет всех. А что касается строительных объектов? Та же самая картина. Любой собственник, любое лицо, которое ответственно за ведение строительных работ и так далее, обязано выполнять определенные требования. В том числе по предотвращению доступа посторонних лиц. Будь это ведущаяся стройка, будь это законсервированное строение. Опять же таки, к сожалению, анализ тех фактов, интересных повреждений, гибели показывает, что не всегда такие меры принимаются. Ну, теперь распространенная информация по интернету. Вот пример по Барановичам, где девушка попала, находясь с подругой на крыше объекта, попала в шафту лифта и получила интересные повреждения. Территория этого объекта была ограждена сеткой рябицей, которая не препятствовала доступа на этот объект посторонних лиц. Раньше имели место факты, когда, например, та же самая стройка сконсервирована была, и падали там несущие конструкции и так далее. То есть проблема тоже есть. Пусть там, допустим, она не повсеместная, так как все-таки ответственность наступает. Но тем не менее, факты такие бывают. Но здесь даже если не погибнет ребенок, то инвалидом может остаться на всю оставшуюся жизнь, конечно. В этой ситуации хотел бы сказать, что еще меня тревожит. То же самое интернет, размещение видеороликов. Если посмотреть, да, перемещение по крышам многоэтажных домов, различные селфи и так далее. Был пример о том, что у нас здесь, на жилом доме в городе Бресте по бульвару космонавтов селфи делали. Да что далеко ходить. Вот 1 сентября в Барановиче, 30-метровая, осветительная вышка, принадлежащая железной дороге. Забрались два подростка и фотографировались там. Совершенно свежий пример. Хорошо, когда все заканчивается хорошо. Забрались они туда, потом слезли обратно, хотя слазит труднее бывает. Либо где-то еще там залезли, вернулись. Но ведь и негативные примеры есть. То же самое пример, когда девочка одна забралась на крышу вагона, с тем, чтобы себя там запечатлеть. И в результате получила удар электротоком. Вот и негативный результат. Но это, можно сказать, никому не нужно геройство, да? Такое со стороны подростков чаще всего. А еще бывает различная тоже игровая индустрия не стоит на месте, развивается все. Вот те же самые покемоны. Ведь если посмотреть, у нас уже в Гомеле имел место один случай, когда 15-летний подросток заблудился в самом городе, вводя в эту игру. А ведь заблудился, это еще хорошо, что он только заблудился. Ведь он может выйти на проезжую часть, будучи влеченным вот этой игрой. Выйти на проезжую часть, а машина, она затормозит только, когда есть техническая такая возможность. То есть все идет вперед, поэтому необходимо внимание, в первую очередь, родителям обращать внимание на детей. Дали ему эту игрушку. Будь добрый, пожалуйста, проследи, чтобы от него вреда не было. Опять же, заблудился, пусть даже жив-здоров остался, но стресс какой испытал, это тоже травма психологическая, если это сильный стресс. Что же в таких ситуациях делать с этими играми, с этими селфи? Это действительно становится проблемой? Это проблема как субъекта профилактики, так и родителей. Ведь те же самые родители видят, что дети приобретают специальное приспособление для производства вот таких вот снимков. Родители должны интересоваться страничкой своего ребенка, какие там фотографии они размещают. А ведь они же там размещают, хвастают друг перед другом. В первую очередь, начинать должны родители. А уже дальше субъекты профилактики, собственники и так далее, которые должны обеспечить порядок таким образом, выполнить свои обязаны таким образом, чтобы те места, то положение там, или устройство там, или строение там, или еще что-то, не было доступа туда посторонних лиц. Вот те собственники, должностные лица, еще разочек, давайте, вы уже говорили, да, в каком-то вопросе затрагивали этот момент, но тем не менее, давайте сейчас еще разочек специально для них расскажем, какую ответственность они несут, и что они в результате могут заработать тоже. Вот так вот еще раз, начиная с самого тяжелого. Статья 428 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Служебная халатность. Звучит так. Неисполнение, либо ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, по влечению, повлекшей по неосторожности смерть человека, влечет за собой наказание, в числе которого лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права заниматься определенными должностями или заниматься определенной деятельностью. Кроме этого, имеется сопутствующее наказание. Это административная ответственность наступает. Кроме этого, наступает и дисциплинарная ответственность. За гробое нарушение трудовой дисциплины, ненадлежащей в плане своих служебных обязанностей, наниматель может ставить вопрос о расторжении трудового договора по инициативе нанимателя. Александр Тихонович, я опять-таки, что прежде чем продолжить нашу беседу, я хотела бы, чтобы мы посмотрели еще один видеосюжет. Мы как раз в этот момент шли за Настенькой в школу 35-ю. Я пошла вперед, а мой муж остался сзади. И вот буквально он два или три шага отошел и говорит, хлопок был, поворачиваюсь, ребенок лежит. Я начал ему искусственное дыхание делать, все такое. Но скоро быстро очень приехал. Мы были в шоке. 23 мая брещанка Марина Олехнович и ее муж стали свидетелями трагического случая на улице Луцкой областного центра. С окна на восьмом этаже выпал маленький мальчик. Говорит, происшествие до сих пор перед глазами. Потому что кто, если не мать, понимает масштаб трагедии. Тем более у Марины Николаевны своих семеро. Шустрик мой возьмет стул, машины, автобусы ездят под окнами и лезут в окошко, становятся коленками на батарею и смотрят в окошко. Держать постоянно в поле зрения каждого ребенка, особенно когда их много, просто невозможно. В семье Олехновичей старшие дети тоже в роли воспитателей. Меры безопасности выучили на зубок. Лучше не подходить, потому что если они будут сильно выглядывать в окно, то могут и перевернуться, и упасть. Будет беда большая. Может маленький ребенок не выжить, либо попасть в больницу. И все же дети есть дети. Одним присмотром не обойтись. Управление Следственного комитета по Брестской области решило подарить многодетной семье оконные ручки, блокаторы и замки, приобретенные за счет собственных средств. Мы выбрали именно эту семью, чтобы показать, что есть возможность, несмотря на то, что основная проблема, основная задача – это недосмотр родителей, старших, бабушек, дедушек, но вместе с тем можно еще принять какие-то превентивные меры для того, чтобы даже когда ребенок к окну подойдет, чтобы не случилось той трагедии, которая может быть. Когда нажимаем данную кнопку «Блокиратор», ручку провернуть практически невозможно. При вращении ключа блокиратор отчелкивается, и ручка снова работает. Блокиратор работает в любом положении, как в закрытом, так и в режиме проветривания. Все окна в квартире Олегновичей теперь на замке. По словам представителя компании-производителя, стоимость таких приспособлений совсем небольшая. Только вот многие фирмы в последнее время утратили совесть и пробуют нажиться на детях. После этих всех происшествий мы начали звонить, и нам начали такие цены говорить на эти ручки. Объясняю, что может какая-то скидка есть многодетной семье. Говорят, вы знаете, у нас сейчас такой расхват этих ручек. Многодетной семье посчастливилось получить приспособление бесплатно, а вместе с ними – спокойствие за самых маленьких членов семьи. Так это же вообще красота. Сейчас хоть он там будет в мультике смотреть, а я буду там на кухне ковыряться, я уже буду знать, что он в окно никуда не полетил. Статистика трагедий свидетельствует – москитные сетки – путь к трагедии. А совестливых продавцов, блокирующих ручек, найти все же можно. Обращаюсь ко всем – папы, мамы, братья, сестры, бабушки, дедушки. Смотрите за детьми. Маленькие детки, они гиперактивны. Они хотят знать мир, знать, что происходит за окном, и поэтому беспечны. Будьте внимательны, следите за своими детками. И не пожалейте лишних 50 тысяч для того, чтобы установить запорную ручку с замками, потому что это жизнь наших деток. Ну вот видите, такая многогранная ситуация. С одной стороны, мы уже видим небезразличие каких-то должностных лиц. Те же производители и следственный комитет проявил заботу о многодетной семье. С другой стороны, не совсем совестливые продавцы этих ручек и замков. Но опять-таки, это на их же совести, на той, которая еще осталась. Но и с другой стороны, родители, они же все-таки должны, пусть этих 50 тысяч или сколько, они не должны их жалеть. Правда же? Вот ответственность родителей. Мы уже говорили о должностных лицах, и ответственность родителей в таких и других случаях, как Ивана. Ну, прежде всего, что хотел сказать. С точки зрения закона, автомобиль – это источник повышенной опасности. Так вот, по моему мнению, ребенок – это 100 и более кратный источник повышенной опасности. Причем для самого себя, да. И отвечать за него должны, в первую очередь, родители именно. Да, можно купить там изделие какое-то плохое, некачественное, ручки открываются и так далее. Но в первую очередь вопрос возникает. А где был родитель? Он должен понимать, что этот ребенок еще неразумный. Его тянет к всему, что крутится, вертится, вращается, видно и так далее. Он ничем не понимает этого. Его нельзя оставлять. Что касается ответственности, то в этом случае они в первую очередь несут рабство на ответственность. Когда не станет их ребенка, это горе. Конечно. Но что еще удивительно, порой сами родители проявляют не просто безответственность, но и жестокость в отношении своих детей, да. По их же вине дети гибнут. Они могут их избить до полусмерти, а то и до смерти, потому что были уже такие случаи. К сожалению, бывает... Что делать с такими родителями? В этих случаях наступает ответственность по соответствующей статье в зависимости от тяжести телесных повреждений. Либо нанесение тяжких телесных повреждений, либо убийство, либо так далее. Если убийство по неосторожности в соответствующей статье, просто уже при рассмотрении самого уголовного дела, да, судебник должен учесть все обстоятельства произошедшего и все данные о личности обвиняемого. И с учетом вот этих вот факторов, да, и уже выбрать меру ответственности для лица, который привлекается к уголовной ответственности. Там уже и поэтому идет выбор наказания. Предотвратить такое можно? Да. От кого это зависит? Это, опять же, работники детских садов, школ, которые имеют дело с этими детьми, да? От всех нас зависит. Конечно же, в первую очередь, от работников действительно дошкольных учреждений, которые развивают, например, ребенка, видят, что у него есть телесные повреждения, видят, допустим, при иных обстоятельствах, к ним информация поступает. Это же может увидеть тот же самый работник коммунальной службы, которая бывает в квартире. То же самое электрик, который приходит с проверкой состояния электропроводки безопасности и так далее. То есть все. Кто-то больше, кто-то, может быть, меньше видеть. Но сообщения должны быть об этом. Например, в настоящее время проводится проверка по информации женщины, которая видела о том, что в одной из квартир живет беременная женщина. Потом вдруг резко, через некоторое время, она стала в нормальном обычном положении, а из квартиры не слышно детского крика. Будучи добропорядочна, я считаю, что именно так и должно быть. Она дала соответствующую информацию правоохранительные органы. В настоящее время по этому факту проводится проверка. И не надо этого бояться. И не надо считать это предосудительным, да, пойти, и вот, ну, как некоторые, вот, кляузничать некрасиво, или еще что-нибудь там доносить, скажем так, да. И сложная боязнь, боясь испортить отношения с родителем, да, не думает о детях. Да, а за этим жизни детей стоят. Да, жизни и здоровья. Надо делать правильный выбор в данной ситуации. Насколько я знаю, в последнее время участили случаи суицидов. Здесь ведь тоже, причем, вот, да, подростковые, да, среди них есть, бывают. Или я ошибаюсь? Да. В большей степени беспокоит то, что нас в роде идет увеличение попыток суицидов. Не самих уж законченных, а именно попыток суицидов. Причем определенная доля стали от подростков, у которых эти проявления формировались под влиянием неблагополучной обстановки в семье. Однако, должность своевременной и необходимые меры предприняты не были. Например, в одной из школ города Бреста обучалась девочка, подросток, которая еще с сентября прошлого года, будучи признана находящейся в социально опасном положении, в связи с употреблением матери спиртных напитков, даже после совершения уже текущего аду, попытки суицида, таковой признана не было. И только после предписания прокурора она была признана находящейся в социально опасном положении. То есть фактуры достаточно много есть. И, к счастью, у нас такой информации еще нет, но по информации тех же самых российских наших коллег, особенно на их территориях, очень большое негативное влияние оказывает тот же самый интернет, в которых различные кружки по интересам так называемым, которых подростка прямо подводят, чтобы слабо тебе совершить действие, направленный суицид, и так далее, слабо тебе, у нас, к счастью, пока это не доказано, что такое существует. Так даже не на слабо, а просто незаметно подводят. И незаметно подводят, что еще хуже. Конечно. Как часто несовершеннолетние совершают преступления по отношению друг к другу? Есть ли такие случаи? Опять же, в том же интернете есть немало видеороликов о том, как подростки, школьники, и старших классов расправляются друг с другом по какой-либо причине? Ну, к счастью, в текущем году, да, примитивно к уголовно-наказуемым деяниям, такой фактуры у нас немного. Например, у мышечных тяжких и терресных повреждений за эти 8 месяцев у нас нет. Есть у нас несколько там грабежей, но больше у нас натупает административная ответственность именно. То есть уже совершается не преступление, а пронарушение. Если же брать в целом преступность несовершеннолетних в текущем году, да, то у нас идет достаточно большое снижение. Если за 8 месяцев прошлого года было 281 преступление зарегистрировано, то в текущем году 188. Конечно, этому пришла достаточно большая работа, но на сегодняшний день положение таково. Были основные категории, такие как хулиганство, кражи, наркотики. Сейчас они по-прежнему, конечно, занимают большую массу в общей количестве преступлений, да, но тем не менее по сравнению с прошлым годом они также достаточно сильно минусуют. Да, и подростки тоже могут нанести травмы друг другу и могут представлять угрозу жизни, да, вот те же наркотики, кому-то продавая их, распространяя, они, соответственно, могут убить человека просто-напросто. И подростки, и их родители в этом случае должны знать, что тоже наступает ответственность. С какого возраста? Законодатель, я считаю правильно, достаточно четко разбил ответственность несовершеннолетних. Так, например, даже до 16 лет к уголовной ответственности может быть привлечен подросток за убийство, за причину смерти по неосторожности. Но это ладно, это очень серьезно. А, например, за то же самое совершение кражи до 16 лет, за угон транспортного средства, за умышленное уничтожение либо повреждение имущества, что зачастую бывает, за то же самое хулиганство, например, оспернение сооружений поручи имущества. То есть достаточно большой перечень тех составов, за которые наступает ответственность даже до 16-летнего возраста. Поэтому иногда просто дети заблуждаются. Вот думают, мне там 15 лет или сколько, ничего не будет, накажут родители еще каким-то образом. А нет. Ну, я думаю, услышав эту информацию, родители донесут своим детям, потому что, опять же, ответственность тоже на них в этом. Они обязаны просто донести до них, что просто так-то не сойдет с рук, несмотря на их возраст. Да. Если ребенок совершает преступление, то фактически по каждому случаю решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неналежащее воспитание ребенка, повлекшее им совершение преступных действий. И опять же, даже если не за причинение телесных повреждений, не знаю, там, или смерти другому подростку, а вот, как вы говорите, за кражу, за угон машины, «Ребенок понесет наказание» – это тоже травма. Это тоже травма. Для ребенка на всю оставшуюся жизнь, скажем так. Ну что ж, я выражаю вам свою глубочайшую благодарность за то, что вы пришли и приняли участие в нашей программе, дали полезную информацию для размышления и должностным лицам, и родителям, ну и тем же подросткам, которые уже в состоянии осмыслить и переварить эту информацию. Есть над чем подумать, уважаемые телезрители, и мы очень надеемся, что эта информация действительно окажется вам полезна. Ну и травмы детей, гибель детей у нас сведется к минимуму хотя бы. Ну а желательно, чтобы этого вообще не происходило. Огромное спасибо. Спасибо за приглашение. Ну и с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!